ГАИ в очередной раз меняет правила дорожного движения. Я выбрал несколько, по моему мнению, спорных тем и хотел бы обсудить сегодня их с действующим экспертом-автотехником, в обязанности которого также входит определение соответствия действия водителей при экспертизах с правилом дорожного движения. Это Александр Эдуардович Коноплицкий. Тема номер три электротранспорт, это все эти скутеры, электроскутеры, гироскутеры и что там еще с этим все связано. Моноколеса. Да, вот что сейчас в правилах дорожного движения, про это мы знаем. Значит на сегодняшний момент они никак не прописаны в правилах дорожного движения, имеется ввиду под действующим. Сегодня в правилах есть такое мопед, мотоцикл, автомобиль и так далее. Естественно это не автомобиль, скорее всего они нужны, нужно относить их к мопедам. Но опять-таки раз написано, что есть двигатель, это уже механическое транспортное средство. Раз есть механическое транспортное средство или просто транспортное средство, то лицо которое им управляет есть кто? Водитель. Насколько я знаю, сейчас у ГАИ нет сомнений, что это механическое транспортное средство. Сомнение есть по одной простой причине. Значит здесь есть очень интересный такой момент. В пункт 2.6 они предлагают ввести средства персональной мобильности. Что это такое? Отдельного понятия они не дают, они его пытаются ввести в понятие 2.46 пешеход. А пешеход это лицо естественно передвигающиеся вне транспортного средства. Значит получается настолько казусная ситуация, что я даже не знаю как ее вам пояснить. Значит с одной стороны это пешеход, как они предлагают, с другой стороны этот гироскутер имеет мотор. Мы не говорим о том какой мощности. Значит определение механическое транспортное средство на него действует, а механическое транспортное средство должно двигаться по проезжей части. Как же пешеход может быть водителем, который управляет механическим транспортным средством? Комментировать даже что-то, более того, настолько сложно, что я не понимаю вот эти пункты, как они будут согласовываться между собой. Одно могу сказать, что тот же самый велосипед, например, к нему приравнивают сейчас велосипеды с подвесным мотором соответствующей мощности и прочее. Не буду это цитировать, потому что там очень много, если мы ударимся в цитаты. Но сам факт, велосипед приводит в движение мускульной силы человека. Это велосипед. Гироскутер, у него есть мотор. Какой бы мощности у него не было, опять повторяюсь, это механическое транспортное средство. Как же он пешеход? Как же он может быть пешеходом? То есть эти нужно уже четко разграничивать между собой. А там еще тонкость по поводу механического транспортного средства, что там оно предназначено для перевозки пассажиров и грузов. А какая уже здесь разница? Водитель является, скажем так, он себя перевозит, если уже на то пошло. Себя перевозит. У него может быть какой-то рюкзак, если мы уже так ударимся, вообще вот разжевывание этого термина. Он себя перевозит. Мотоцикл или велосипед тоже перевозят одного человека. Но велосипед транспортное средство. Как на сегодняшний день поступать тогда на рассмотрение начальнику ГАИ принимать какое решение, если человек ехал пьяный на электроскутере? Ну на сегодняшний день, конечно, очень интересный вопрос. Значит, они никак не утверждены, но, но, что бы сказал я с точки зрения сегодняшних правил дорожного движения. Поскольку имеется двигатель электрический, бензиновый, дизельный, неважно, то это механическое транспортное средство. За управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения уже должны приниматься меры. Более того, как бы казусно это не звучало, совершенно официально за управление велосипедом в нетрезвом состоянии могут лишить право управления всеми транспортными средствами, потому что велосипед тоже является транспортным средством. Хотя многие говорят, как же так, я ехал не на машине. Ну да, под датой, но меня лишили прав. Можно, поскольку велосипед официально это транспортное средство. Опять-таки, получается, если лишат прав, то человек может продолжить кататься на велосипеде, но не сможет, потому что для управления велосипедом не надо права, но не сможет ездить на машине. Совершенно верно. Это тоже очередной казус. Ехал на велосипеде в нетрезвом состоянии, лишили права управления. Продолжаю ездить на велосипеде, потому что на него никаких прав не нужно. Та же история с электроскутером. Ну, с электроскутером, я бы сказал, что он сейчас механическое транспортное средство, поскольку есть двигатель. Но непосредственно приравнял бы его, скажем так, к мопеду. Но сейчас, еще раз повторюсь, сейчас, на сегодняшний момент, нет вот этого определения. Но вот с этим средством персональной мобильности не согласен категорически. Почему? Потому что оно приравнено к пешеходу. Здесь в чем проявляется путаница? В правилах дорожного движения написано одно транспортное средство, в кодексе прописано разница другое. Я совершенно с вами согласен, что нужно приводить это все к единому какому-то мнению. Но на сегодняшний момент есть правила дорожного движения, которые имеют статус указа. А согласно, по-моему, статье 23 закона о статусе нормативных актов, указ имеет высшую силу, нежели остальное. Поэтому в данном случае применять надо по правилам. И если есть у нас механическое транспортное средство, механическое, как есть по определению, значит управление им уже влечет соответствующие последствия. Продолжение следует...